Казахстан Мы просто радуемся и гордимся И радуемся за тех, кто ведет успешную деятельность за рубежом Это кочевники 21 века, чьи паспорта пестрят визами разных стран Почему они работают за пределами Казахстана? Каково это вести там бизнес по-казахски? И планируют ли они вообще возвращаться на родину? Впрочем, отправимся вслед за ними и сами все узнаем и покажем Мне уже пора на регистрацию, а вы пока устраивайтесь поудобнее, будет интересно Летели мы около 6 часов, преодолели около 3,5 тысяч километров И вот мы в городе Киев, это столица Украины Конечно, в международном аэропорту Борисполя погода теплее, чем в Астане 0 градусов, такой слабый дождь Но тем не менее, постараемся сейчас проехать в самый центр Киева Чтобы найти наших казахстанцев-бизнесменов Интересно будет Будьте с нами Вы были в Казахстане, нет? Нет, нет Не были, да? Мы вас приглашаем Это вот сейчас такой маленький презент Это шоколад Казахстан Пожалуйста, можете попробовать его Я за рулем не буду Да, за рулем нельзя Есть шоколад в Киеве Вот мы и добрались до Майдана Незалежности Что в переводе площадь независимости Это центральная площадь не только Киева, но и всей Украины Где-то там, у флага Украины Нас ожидает наш герой, Рафик Жарлокосынов Он занимается образовательными программами для выпускников средних школ Украины Ну что ж, пойдемте знакомиться с Рафиком И узнаем у него, каково это вести бизнес на чужбине Рафик, добрый день Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум ассалам Алайсас, как ваши дела не замерзли? Нет, нормально все Отлично Рафик, вы сами отсюда? Я от сам Айжирнин Казахстана Я родился в Жувалинском районе Жамбулской области Ну, там родился, учился Работал в Алмате, в Астане, в Ченкенте В разных городах Казахстана Ну вот, сейчас занимаюсь образовательным проектом Готовим детей украинцев к выпускным экзаменам Вот, кстати, казахский бизнес Как здесь вообще относятся к казахскому бизнесу? К астанцам, которые ведут бизнес? Да, меня часто спрашивают в Казахстане про этот вопрос Я могу один пример рассказать Когда я первый раз решил снять здание для своего центра Мы вели переговоры И там надо было ввести определенную сумму гарантированную И, как бы, я тоже первый раз деньги отдать человеку И партнер, который владел помещением Он говорит, Рафик, вы откуда? Я говорю, я из Казахстана Вы казах? Я говорю, да, казах Ну, если вы казах, тогда не вопрос То есть, просто так, ключи мне отдали Я говорю, если казах сказал, он делает И я был удивлен Вот так относятся Просто? Просто, да Даже лучше, чем своим верят нам Поэтому мы не можем здесь подводить кого-то И мы соответствуем этой марке Я работаю в компании, которая в Казахстане является лидером в сфере частного образования И в январе в Совете директоров мы приняли решение Что каждый из участников выберет страну, где будет развиваться наш бренд Ну, я предложил Украину Так как были связи с этой страной У меня были отсюда работники, менеджеры Когда приехал первый раз Увидел, что действительно мы можем здесь работать Мы вполне конкурентоспособны И мы востребованы здесь И мне стало интересно Я начал более детально изучать Сейчас мы работаем под брендом Тютер Центр в Украине Это подготовка к выпускным экзаменам Штат сейчас небольшой Это первый год нашего становления Семь педагогов Менеджер Ну, я, собственно, практически там нахожусь постоянно Перед выпускными экзаменами В течение года необходимо поработать с детьми Чтобы они с 5 по 11 класс повторили всю школьную программу Ну, так как, вы знаете, есть гормональные изменения Эмоциональные изменения у детей, да И коридорные годы, и 8-й, 9-й класс Они лучшим образом влияют на показатели Поэтому как раз-таки наши курсы рассчитаны Чтобы заполнить эти пробелы В третий или в четвертый приезд Когда я исследовал этот рынок Были вопросы Было интересное такое обсуждение Национальный бизнес Каждой нации У кого какой бизнес лучше получается И мне говорят Ну, с усмешкой так С ухмылкой типа Казахи разве могут украинских детей научить? Ну, для меня это был вызов А почему нет? Можем Я учу У меня есть дети, которые обучаются У меня есть успешные кейсы Которые за два месяца Прям такие потрясающие результаты показывают Так что Это был такой вызов на гордость Я его принял Я рассчитываю Через 5-10 лет вернуться в Казахстан Возможно, я составлю конкуренцию там То есть С тем опытом, который я за пределами получил Я гражданин Казахстана Я всегда могу вернуться Но, как говорится Я пришел сюда за победой И не более И не менее К слову, к Рафику прилетели мы не с пустыми руками Чтобы он почувствовал вкус родной земли В прямом смысле этого слова Угостили мы нашего казахстанца Фирменным шоколадом и куртом из Козларды Бала кезде еген Жуалының тауларын Жүгіріп ойнаған Еге асығы келіп Ну, ау, өзі не екен Жұмсаға кенді Ау Бастырмаға жайып койатын Соны кеп жеген кезде Сол Кұрт Кұрттың дән бөліп кө Айран Казахстан Набың бөліп көпкеру Набың бөліп көпкер Казахстан Казахстан Набың бөліп көпкер Менің қазақстанға не біреугам деген оймен қараймен Сонтон әр атқан танымды Ау-Әрмен абыроймен Казахстан әалмай айтатындай Телгерес оғатырсам Казахстан менің үн амс Отарым Анам Впрочем, козлординский курд попробовал не только Рафик. Мы решили угостить отечественными продуктами отдыхающих с соседнего столика. Здравствуйте. Жалгас из Казахстана. Лаура. Лаура откуда? Из Сан-Франциско. Из Сан-Франциско. Знаете русский? Да. Какие языки еще знаете? Французский, итальянский, немецкий немножко. Немецкий. Украинский? Украинский совсем нет. Вас как? Хеллоу. Хеллоу. Я Харри. 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 Да, я жалгас. Найско встретить вас. Спасибо. Про Казахстан расскажите, слышали ли про нас? Да, я слышала про Казахстан, но мне шоколадку подарили. Серьезно? Вот у меня есть шоколадка для вас, пицца, вы можете прям попробовать сейчас. А, спасибо. Что еще кроме шоколада казахстанского вы скажете про нашу страну? Я никогда в Казахстане не была. Не были? А как шоколад пробовали? Ну, одна знакомая поехала на каникулах отдыхать, и она привезла шоколадку. Серьез, честно, Гарри первый раз, да, будет пробовать? Да, первый раз будет пробовать. Это ваша первая раз пробовать казахский чоколад. Ну, а сейчас сделаем такой эксперимент. Ладно, люди и иностранцы кушают шоколад. У нас есть еще одно казахско-национальное блюдо. Да, это казахская конфета, называется курт. Курт? Да. Давайте попробуйте, она очень полезная, но сразу предупреждение немного кислая. Сразу весь курт, ребята. Вот это эксперимент. Как вам? Это кисломолочная прям. Это казахский национальный курт. Продолжив путешествие по Киеву, мы узнали и про Андреевский спуск. Это одна из главных достопримечательностей столицы. Здесь на протяжении веков жили многие исторические личности Украины. Ну, а узнать побольше об Андреевском спуске нам поможет наш следующий герой Тусуп. Ну, Кеннам, здравствуйте. Тусуп, исполнительный директор Freedom Finance инвестиционной компании. Да, все верно. Все верно. Тусуп, как вы стали директором? Такой же сразу первый вопрос. Ну, так получилось, что я начинал с самого нуля в Казахстане, когда Freedom Finance начал активно развивать карстанский фондовую биржу. Начиналось все с народного IPO КИГОК. Под началом нашего президента Назарбаева, когда был такой слоган «Богатство страны народу Казахстана». Тогда открывали очень много брокерских счетов. И я устроился обычным специалистом в городе Атрал. Сделал неплохие показатели. Результаты были очень хорошие. И меня уже буквально через год предложили возглавить Ахтауский филиал Freedom Finance в Казахстане. Там наш филиал поднялся, Ахтауский, из последних мест, буквально на первое место по всем городам. Я думаю, заслуга не только моя, но и команды. Но, как говорится, главное направить силу команды на правильном русле. Я думаю, руководство это все оценило. И как раз в этот момент у нас состоялась сделка по покупке украинского брокера. Буквально в том году, в мае. И мы здесь получили огромную поддержку со стороны государства в Украине. Государство было готово делать с нами партнерские отношения. И мы начали продавать, запустили проект по продаже государственных облигаций. Бизнес-климат какой между нашими странами? Вот вы работали в Казахстане и Украине. Есть ли скорость, различия в плане ведения бизнеса, работы, в вашем случае управления? Знаете, если сравнивать, наверное, с мировым опытом, в плане опыта и бизнес-ведения, наверное, мы очень сильно схожи, потому что мы вышли, грубо говоря, из одной кузницы, из постсоветского пространства, и менталитет почти одинаковый. Ну вот Андрейский спуск, наверное, похож на Алмату, условно, на Коктубе, да, где можно лицезреть весь город, скажем так, основную нижнюю часть Киева, тем более. Да, Андрейский спуск, он является такой историческим местом, куда в основном приезжает основная масса туристов. Здесь можно купить сувениры, связанные с Украиной. Вообще сам Киев называется город восьми холмов, и вот Андреевский спуск, именно начало его, находится на одном из холмов. И отсюда открывается отличный вид на Киев. Я часто вспоминаю Казахстан с большой теплотой. Семья тоже сожжется у нас здесь, в Киеве, и почти, наверное, каждую неделю мы стараемся готовить бешбармах. Мы с собой привозим две сумки в одном вещи, в другом хаза у нас обязательно, вот. Их детей, детям я постоянно включаю песни Абая. Жиль сестынде жарыгай, сәулесы суда дырыл деп, аулдың маңы терен сай, тасығаны зенгырыл деп. Тусоп, ну Андреевский спуск оставил лично для меня хорошее впечатление. Уже в Киеве темно, нам пора в аэропорт, как говорится. У нас тоже есть для вас презент, это козлординский курд. Говорят, он при такой погоде помогает. Можете прямо сейчас попробовать. Что вы чувствуете, когда кушаете курд? Очень свежий, очень крутой курд. Ну, опять же, первое, что приходит, это тепло. Вот тепло, наверное, дома, тепло Родины. Ну, вот так классно спели песню Абая, что вот знаменитый казахстанский шоколад тоже вам дарим. И желаем, конечно, успехов. Мы направимся туда, а вы уедете дальше, как говорится, работать во благо страны. Улькин Сызгир Ахмед, удачи. Вот они, наши казахстанцы, бизнесмены, султаны на чужбине. Ахмедусу, до скорых встреч. В Киеве, к сожалению, нам долго побыть не удалось. Но и за этот короткий день столица Украина оставила хорошее впечатление. Своей неповторимой архитектурой и особой теплотой, но и главное, своими жителями. Огни ночного мегаполиса сверкали все ярче и ярче, ну а мы уже в самолете. До свидания, Украина! Здравствуйте, Объединенные Арабские Эмираты! Как пишут в Википедии, 40-50 лет назад в Дубае была пустыня. Но все изменилось в один момент. Здесь нашли нефть. Благодаря этой нефти построены вот эти огромные здания. Миллионы туристов каждый день приезжают в этот город, чтобы познать его, чтобы отдохнуть. И, конечно же, оставляют здесь свои деньги, различный купюр. Конечно, не просто они приезжают, они еще и здесь работают и живут. Казахи тоже не исключение. Впрочем, узнаем сегодня все вместе с вами. Я пошел искать казахов, которые ведут бизнес в Дубае. Будьте с нами! Жемчужина Эмиратов, арабская сказка, город будущего. А Дубай всегда говорят много и красиво. Космополитический город открывает много возможностей для ведения бизнеса. А казахстанцев здесь с каждым годом становится все больше и больше. С некоторыми из них сегодня мы и познакомимся. Ну, а наша основная героиня в Эмиратах живет уже достаточно давно. Она из Сталдыкургана. Совсем недавно она открыла образовательный центр для местных школьников. Это у нас Жбек Максудан Экбеев. Жбек Максудан, здравствуйте. Как ваше настроение? Все отлично, спасибо. В Эмиратах мы видим солнечно. Почему все-таки решили образовательным центром заняться? Ну, хотелось сделать что-то полезное, что-то очень вкусное для миссии. Это то, что полетенство и что мы знаем очень много. Ну, я думаю, мне лично не терпится познакомиться с образовательным центром. Перед этим, конечно же, это вам презент от Казахстана. Я знаю, что наш шоколад любят везде. Это еще один презент Козлурдинский курс. Можете прям попробовать, поскучать по родине, да. И, конечно же, мы хотим поближе познакомиться с Дубаем и увидеть ваш образовательный центр. Пойдемте. Ну, что ж, оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Почти 10 лет назад, в июне тоже будет 10 лет, супругу нужно было сюда переехать по работе. Ну, естественно, всей семье тоже. Поэтому тогда у нас было только двое деток. И мы переехали сюда, в Дубай. В планах было находиться здесь всего три года. В общем, где три там и четыре, где четыре там и... В итоге почти 10 лет уже, да. Почему остались? Ну, наверное, потому что начали какие-то проекты. Невозможно было здесь жить три года и ничего не делать. Ведь у супруга, понятно, у него своя работа, а мне надо было тоже чем-то заниматься, потому что в Казахстане я всегда работала, работала в сфере образования. И здесь мы, конечно, начали с подругой мой проект. Мы открыли компанию, которая поставляла учебные материалы в школы и детские сады. Ну, в Монте-Соре и так далее. Было сложно вести этот бизнес, потому что конкуренция очень большая на рынке. Ну и мы вот через пять лет, когда она переехала обратно в Казахстан, мы продали этот бизнес, чтобы как-то профессионально развиваться и вернуться в Казахстан с каким-то опытом. Я познакомилась с несколькими ребятами, которые были, ну, есть профессионалы в банковской сфере. И мы, посовещавшись с супругом, с ними открыли консалтинговую компанию, финансовый консалтинг, ипотечные кредитования. Я очень хочу вернуться в Казахстан. Я знаю, что мы туда приедем и в итоге и там будем работать. Десять лет назад, наверное, был немного другой Дубай. Он застраивается с каждым днем. Сейчас он другой. Что для вас этот город в целом? Ну, сказать, что он нам стал родной, наверное, нет. Может быть, мы к нему очень привыкли, потому что он комфортный город. Это город безопасный, здесь очень себя комфортно чувствуешь. Здесь можно отпустить детей на улицу и вообще не переживать за них. Буквально вот года два назад три, поскольку у меня здесь детки старшие выросли. Старшему сыну сейчас 19, дочке 18, 18 вот скоро исполнится. И мы понимали, что пока они здесь росли, очень сложно было найти какие-то образовательные программы, которые бы отвечали моим требованиям, моему пониманию. Когда мы поняли, что тех программ, которые нужны нашим деткам в городе, нет, в общем, мы решили открыть такой центр. И это образовательный детский центр. Например, у нас есть несколько программ. Ну, это ментальная математика, это STEM, где наука, инженерия, робототехника. 3D-моделирование включает в себя эта программа. MBA для детей, ну, это бизнес-курс, который развивает предпринимательское мышление. И, естественно, вопрос стоял в специалистах. Начали поиски здесь, не нашли. И, в общем, несколько преподавателей согласились приехать из Казахстана. А образовательный центр, наверное, это не бизнес. За то, на чем вряд ли заработаешь деньги. Это для меня Арифлетикс – это то, что я люблю делать. Я люблю детей, я люблю образование, я люблю делиться своими знаниями. Казахстан – это, в первую очередь, моя родина. Это место, где мне очень хорошо и комфортно. То место, по которому я очень скучаю. Казахстан – это место, где живут мои родители, мои родные, мои друзья. Человек может все. Нет, друзья, арабы могут все. Именно они построили самое огромное здание в мире Будж-Халифа – 828 метров. Этого им стало мало, и прямо возле Будж-Халифы каждый день поют и танцуют самые огромные фонтаны в мире. Ну, а слева от Будж-Халифы самый огромный торговый центр на планете – это Дубай-мол. Конечно, эти три объекта привлекают туристов со всей планеты. Казахстанцы, конечно же, не исключение. И наша следующая героиня нас ожидает сейчас в Дубай-моле. Так что пойдемте с ней знакомиться. Казахстанцы знают, где назначать встречи. Добрый вечер. Добрый вечер. Нура Казах. Да, Нура Казах. Вот так, друзья, Инстаграм сближает людей. Это наша следующая героиня, которая расскажет, как казаки ведут бизнес в Дубай. Что нас ожидает? Ну, я хотела вас пригласить в пустыню. Да, я сама за рулем, обучая здесь арабов, европейцев, везде по пустыне. Поездку в пустыню мы перенесли на следующий день. К слову, это оказалось не единственным бизнесом нашей героини. Оказалось, что Нура Зада занимается еще и недвижимостью. Вкратце, почему вы решили именно недвижимостью заниматься? Недвижимостью, потому что большие доходы, во-первых, зарплаты у меня нету, так как это у нас своя компания. И у моих сотрудников зампораты тоже нету, потому что у нас все идет на комиссии, на процентах. Получается, если мои агенты, которые работают в нашей компании, они со сделок получают 1%, и 1% не уходит. Комиссии действительно очень поощряющие. Если стоимость виллы 2,5, комиссия – это 2% от стоимости виллы. То есть, условно, казахстанское понимание, это риэлторские, да? Недвижимость, да, риэлтор, да. Заработок на комиссионных. Заработок на комиссионных, получается, да. Так что, друзья, если хотите купить вот такую виллу, всего лишь 250 миллионов тенге, а там, говорится, по-казахски договоримся. Да. Дубай. Известен как один из самых дорогих и роскошных городов на планете. Чтобы соответствовать такому статусу, здесь строят огромные виллы со всеми удобствами. Можете искупаться в бассейне, когда захотите, либо поиграть гольф на улице, или же просто сыграть на пианино. Мы выбрали последний вариант. Поностальгировали немного по Казахстану, включили хиты отечественных исполнителей и отправились в пустыню Аль-Кудра. В общем, самое главное в пустыне, это спустить колеса. Это секрет пустыни, кстати. Почему? Даже можно не уметь ездить, если вы спустите колеса, поедете, вы можете где-то 2 дюйма проехать, но на четвертом по-любому застряете. Потому что техника тоже очень важна. Вот. Все 4 колеса спускаем одинаково. Абсолютно одинаково, потому что это тоже очень важно. Многие мои студенты удивляются, почему я застряла. Я говорю, ты сколько сделаешь свои колеса? Он говорит, ну я не знаю, ну где-то 10-9. Я говорю, каждое колесо должно быть одинаково, если ты сделала одно колесо 4, так же и другие должны быть колеса 9. Любовь к пустыне на самом деле у меня с детства. Так как папа меня всегда брал с собой, когда мы ездили на охоту, на Балхаш. И там возле Балхаша есть пустыня, и мы всегда там катались. И у меня появилась любовь к пустыне. Все время на каждых выходных папе говорил, папа, поехали типа на барханы, давай покатаемся. Потом все это как бы забылось, школа, университет. После этого я оказалась в Дубаях. Мы поехали как туристы, мы были туристами. Мы поехали как обычные туристы на сафари. Прокатились. И когда я ехала на сафари, именно как турист, тогда я сказала родителям, говорю, блин, а почему бы и нет, я тоже так хочу за рулем ездить. И папа мне сказал типа, ты что, ты же должна стать бизнес-леди, а не водителем в пустыне. Я говорю, а почему бы и нет, я хочу заниматься тем, то, что я люблю. Я занимаюсь сафари уже, где-то шестой год пошел. Обучала я где-то 30 человек за весь свой период, потому что обучение занимает одного студента где-то месяц. Потому что мы не выезжаем каждый день, потому что всю неделю мы пашем, мы работаем. Вообще это хобби для людей разного, разного уровня. Ох, бизнес по-казахски. Мы привыкли, что все легко. В Казахстан пойдете, здесь можно решить, там все быстро. Люди быстро все решают, быстро все делают. Мы не можем ждать. В Эмиратах чуть-чуть посложнее в этом плане, потому что, когда мы инвестируем деньги, мы хотим сразу же получать доход. В этом плане здесь очень сложно. Здесь нужно сабр, нужно терпеть. Как арабы говорят, сабр, нура, сабр. Я говорю, ну я не могу ждать. Нет времени, деньги идут, время идет. Документация, очень долго документы ждать. Любого, банк, открытие счета, открытие бизнеса. Дубай — это как воздушный шар. Ты им восхищаешься издалека, а когда ты живешь внутри, это на самом деле все по-другому. Здесь абсолютно все по-другому изнутри. Проходят годы, ты думаешь, а лучше Казахстана-то нету, лучше и людей нету. И ты начинаешь скучать и сравнивать, потому что на самом деле мы здесь чужие. Мы никому здесь не нужны. Здесь только бизнес, работа. Здесь только деньги зарабатывать. Казахстан в трех словах — это моя родина, это моя семья и это горы Чимбулак. Это знак Дубая. Это знак Дубая. Отлично. Ну, Нур, вам спасибо за офигенную экскурсию по пустыне. Это от нас презент. Спасибо большое. Курк можете попробовать, может, в родину почувствуете. И, конечно же, казахстанский шоколад. Прямо ощутилась в ауле. Самый топовый. О, казахстанский шоколад. У меня, кстати, есть большая история с нашим шоколадом. Этот шоколад решает любые вопросы. Меня остановила полиция, получается, здесь, в Дубае. И у меня, получается, штраф был. И я такая увидела казахстанскую шоколадку, потому что всегда все, когда приезжали, они давали мне шоколадки казахстанские. Я взяла шоколадку, такая ему сразу в руки дала. И он обрадовался, такой, ой, спасибо большое. Он обрадовался, как ребенок. Он взрослый человек, лет сорока. Он начал так радоваться, говорит, спасибо большое, можете езжать, хорошего вам дня. И сразу меня отпустил. К слову, казахстанский шоколад стал своеобразным талисманом нашей героини. Правда, наряду с Казалардинским куртом, после этого он у нас закончился. Как и наше путешествие в Дубай. Но поиски султанов на Чужбине на этом не завершились. Покинули мы теплый берег Арабского залива и взяли курс в страну, куда больше всего уезжают казахстанцы. Ну, а мы резко сменили 25 градусов тепла на минус 15 мороза. Но зато здесь, смотрите, какая прекрасная целит атмосфера. Это столица Российской Федерации, город Москва. Здесь наша следующая героиня. Вот она, кстати, Елена. Добрый день, добрый день. Рада вас видеть в Москве. Для вас Москва, Елена, что все-таки? Трех словах. Для меня Москва – это прекрасный город, который я очень люблю. В котором мне очень комфортно, замечательно. И я рада, что я в нем живу. Москва или Павлодар? Вы же с Павлодара. Сейчас, наверное, уже все-таки Москва. Москва, да. А вот любимое место ваше в Москве? Ну, любимое, безусловно, безусловно, это Красная площадь. Это сердце не только Москвы, но и сердце всей России. И я считаю, что это один из самых красивых во всем мире мест. Ну, знаете, да, красиво, но холодно, если честно. Хоть я из Астаны, я замерз. Я приглашаю вас в ГУМ, замечательный магазин на Красной площади в самом центре Москвы. Там очень тепло и красиво. Если не ошибаюсь, ему 125 лет. Это да. Ну, тогда пройдемте и узнаем, чем же занимается наша Елена в Москве, какой у нее бизнес и как она ведет бизнес по-казахски. Сюда мы с ним. Поехали. Я здесь уже 22 года. В принципе, я работаю лет с 16, и моя работа связана непосредственно с торговлей. Ну, и когда речь пошла о выборе профессии, как бы большого сомнения не было, чем заниматься. Я решила заниматься собственным бизнесом. Он в разное время был связан с разными вещами. Это были магазины одежды, магазины детской одежды. И вот в итоге все это вылилось именно в продуктовый бизнес. Уже больше шести лет я занимаюсь продуктами из Казахстана. То есть как только открылись границы, как только мы стали единым таможенным союзом, я сразу же, буквально в январе месяце, начала заниматься тем, чтобы привозить сюда продукцию из Казахстана и продавать ее. Ходилась идея открытия магазина. Магазин, естественно, должен как-то называться. Он не может быть магазином без названия. Ну, и здесь у меня сомнений не было, поскольку я люблю очень баурсаки с детства. И я решила назвать этот магазин «Баурсак». И это как-то колобочком так покатилось, покатилось по разным городам Подмосковья, по Москве. Всем очень нравится эта идея. Наша команда сейчас 22 человека в общей сложности составляет. Годовой оборот за последнее время не особенно у нас увеличился. Он остался примерно в 60 миллионов в год. Но на данный момент у нас 7 торговых точек, которые работают, которые обслуживают покупателей в Москве. И у меня сложилось определенное четкое желание развивать эту более крупную структуру и уже сделать такую сеть масштабную, открыть более крупные магазины, завести еще больше продукции с большим ассортиментом, с меньшим сроком годности. То есть это уже такой прям гастроном из Казахстана, можно сказать. Казахстан всегда со мной, всегда рядом. Это очень хорошие люди. И я практически не чувствую себя, знаете, на чужбине. У нас есть такой тест, когда мы принимаем на работу. Прежде что я прошу, это приготовить баурсак. Потому что поэтому я уже служу о мастерстве, о качестве хозяйки, повара. Я с детства люблю его. И всегда первое, что меня на столе привлекало, это баурсаки. Соответственно, когда у меня возник вопрос, как назвать торговую сеть, я даже не раздумывала. Многие мне говорили, ой, кто знает, что такое баурсак, вот ты будешь всем объяснять. Вы знаете, объяснять вообще ничего не пришлось. Все очень даже быстро, быстро и замечательно все восприняли. И с удовольствием москвичи, мы у нас в центре Москвы находятся, в нашей кулинарии. И люди с удовольствием приходят и поедают баурсаки. Сейчас топовые три товара. Это жайма для бешбармака. Это деликатесы из конины. И, наверное, курт, я бы сказала, курт покупают вот очень хорошо. Ну что, будем сейчас есть баурсаки, которые я испекла. С удовольствием, Елена. Знаете, мы всем нашим героям обычно привозили казахстанский шоколад, курт козлординский. Но в вашем случае вы, наоборот, нас угощаете еще и в центре Москвы. Вот даже баурсаки сейчас ваше попробуем. Курт откуда у нас в козлорде был? Актау. Актау серьезно? Да, да. Я прям попробую. У нас можно в магазине изучать географию Казахстана. Поскольку присутствуют поставщики со всего Казахстана. И можно повесить карту и отмечать флажками. Это оттуда, это оттуда. Но я в жизни не представлял, что буду есть баурсак, курт, запивать все это кумысом. Прямо в центре Москвы еще одетом чапане, поэтому было все интересно. Елена, мы вам желаем успехов, продвижения, чтобы казахстанские товары полюбила вся Российская Федерация. Спасибо вам огромное. Спасибо. С любовью к Казахстану. Спасибо. Я очень рада. Общаясь с соотечественниками, как-то не чувствуешь себя одиноким в самом большом городе Европы. Но попробовав отечественные продукты, мы поняли, что же чувствуют все наши герои. Сразу захотелось вернуться в Казахстан. Пока, город-герой Москва. До скорой встречи. Добро пожаловать в Казахстан. Согласитесь, всегда приятно слушать эти слова. Мы рассказали вам истории всего пяти казахстанцев, но на деле современных кочевников гораздо больше. Они наши. Они любят свою страну и всегда хотят вернуться. Ведь нет ничего лучше встречи Нового года в кругу родных и близких. С наступающим вас, казахстанцы! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова